День воскресный, день чудесный. Мне написали люди, которые получили квартиры по реновации вот в этом доме. Сначала я подумал, ну, реновация, как много в этом слове, и как много мы уже сняли сюжеты, где люди рассказывают, как они всем довольны, что сами не ожидали, что построят такой хороший дом, планировки больше, подземный паркинг и еще ряд плюсов. Здесь есть квартирочка, которая является эпицентром и заражена черной плесенью. Как вам такое начало? Сегодня 12 января, время 15.30, вот квартира 293, которая полностью принадлежит ДГИ. Вот квартира 294 также. Они полностью заражены черной плесенью. Хочу показать видео соседям. Когда вставили новую мебель, надо было отодрать плентуса. Вот здесь вот везде была черная плесень с плашняком, гнилые обои и плесень. Это было по этой стене напротив двери. А сегодня обнаружила плесень здесь, под елочкой. Хороший подарок от фонда реновации. Вот такая плесень. Гнилые обои, гнилые саморезы и ламинат. Тоже весь в плесени. Мы недовольны, что у нас течет стена. Все заплесневело, отваливаются кусочки. Вот с той стороны плесень, с этой стороны вот она вылезает. Потолок у соседа сверху, под окнами. Та же самая история. Тоже плесень. Отваливаются обои. Полностью дома мне довольны. А что такое? Ну, во-первых, я видела, как его строили и кто его строил. И что строили? Ну, во-первых, летали все эти утеплители, когда его делали. В общем, отвратительно. А кто его строил, я тоже видела. Женщина с ребенком поднималась в лифте, и лифт просто резко начал падать вниз. Он потом затормозил, но сам факт того, что тогда было очень-очень неприятно, страшно, после этого она долго еще ходила по лестнице с ребенком. Слава богу, никакой катастрофы не произошло. Топит, будь здоров. Такая-то огромная лужа. И прям сочится. Тук-тук. Чувствуете руку автора? Фильм ужасов. Дом заражен. Черная плесень. Немедленно оцепить и эвакуировать людей. Как вам такое начало? По существу давайте. Значит, весной прошлого года выходил сюжет подобный про реновацию. Куда я ехал с мыслью, что будет какая-то жесть. По факту, кого не спроси, все, всем довольны. Ролик получился таким, что некоторые подумали, ну все, мэр заказал рекламу, сделали рекламу. Далее после выхода этого сюжета приходили письма от людей, которые говорили, мы тоже переезжаем по реновации, у нас тоже все хорошо, но есть косячки. Но вот косяки, которые вы увидите в этом сюжете, вас точно впечатлят. Но они очень сильно порадуют всех тех, кто любит смотреть, как люди мучаются. Как показывают комментарии, так и есть. Этот ролик будет максимально объективен. Мы покажем плюсы и потенциально возможные плюсы, которые сделали бы этот дом ну просто шикарным с точки зрения своей локации, с точки зрения тех планировок и того подхода, который здесь есть. Но есть реалии, есть правда. Давайте разбираться, давайте смотреть, как люди живут в Москве, метро Щукинская в новеньком доме по реновации. Кратенькая справка для тех, кто не в курсе. Реновация это такая программа, когда вот пятиэтажечку сносят и людей переселяют в новый жилой дом. В чем плюсы? Ну, собственно, новый дом, появляются лифты, большая площадь квартир, подземные паркинги с возможностью купить их с хорошей скидкой. Все те, кто проживают в Москве, отмечают, что цена действительно очень хорошая. В общем, есть жирное количество плюсов. Минусы есть, но в большинстве своем люди остаются довольны. Знакомьтесь, Кристина, представитель инициативной группы. Да. Кристин, расскажите кратенько нам, но чтобы было понятно, в каком районе мы находимся, где вы все проживали ранее, что это были за дома, как далеко от нового дома и когда вы переехали в новый дом. Мы находимся в районе Щукино, ближайшая станция метро Щукино, МЦД Щукино. Хороший зеленый район. Жили мы в пятиэтажных домах, которые прям вот напротив. Грубо говоря, из подъезда в подъезд люди переносили вещи. В 2018 году начали строить дом. Дом сдавали не по срокам. У дома были задержки. И в преддверии выборов как раз-таки начали уже дом подгонять для сдачи. В районе еще осталось достаточно много пятиэтажек. И сюда приехал представитель управы префекта. Была небольшая машина, куда можно было подойти и проголосовать, согласны или не согласны. Сам район уже реконструируется лет 20. То есть здесь пятиэтажки начинают сноситься еще 20 лет назад начали сноситься. Естественно, хотелось переехать в новое хорошее жилье. Кто-то делал в пятиэтажке хороший качественный ремонт, не дожидаясь, когда их переселят. Кто-то сидел и ждал в том, в чем есть. Вот непосредственно вы голосовали за то, что вы хотите попасть под реновацию и переехать. То есть в целом сама по себе программа вас устраивает. Когда вы из пятиэтажки приходите сюда, что вы первым увидели, что вас прям порадовало, что для вас было плюсом? Безусловно, то, что входная группа, беспрепятственные, широкие подъезды, лифты, квартира, квадратуры больше. То есть кухня была 6 квадратных метров, теперь кухня 10 квадратных метров. Сама планировка комнат и метраж комнат, он не сильно отличается. Стали санузлы немного побольше и чуть-чуть побольше коридор, но он немножко бестолковый, потому что он узкий. Таким образом у нас получается, что в этот дом переселили всех тех жильцов, которые попали под реновацию из пятиэтажек. И также остались квартиры, которые находятся в свободной продаже. Ну что, я предлагаю не стоять на месте. Раз у вас есть проблемы, вы готовы на них пальцем показать. Пойдемте смотреть и разбираться, проблема это или же нет. В правой руке у меня находится камера, а в левой руке замечательный продукт, который каждый из вас может купить. Имя ему CarSys Автоподбор. Название говорит само за себя. Это просто незаменимый прибор для всех тех, кто занимается автоподбором или хочет купить самостоятельно себе как новый автомобиль, так и автомобиль с пробегом. CarSys Автоподбор это новинка, я бы даже сказал долгожданная новинка, и у нее есть реально крутые фишки. В первую очередь это пожизненная гарантия на прибор. CarSys разработан и производится в России, город Омск. Можно быстро решить любой вопрос, просто написав поддержку или позвонив. Зацените, интерфейс прибора идет полностью на русском языке, и здесь работает все элементарно нажатием буквально двух клавиш. Поэтому разберется абсолютно любой, все заточено под профессиональную работу. К примеру, здесь есть функция автокалибровки, она делается буквально нажатием одной клавиши. Еще фишка есть, они добавили сюда функцию турборежима, это когда нужно измерить автомобиль как можно быстрее. Ну представьте, на улице минус 30 градусов. Вот я ее потестирую в России, и потом вам о ней детальнее расскажу и покажу. Но прелесть вот этого прибора, что он работает по факту из коробки. Вставили батарейку и в бой. Как обычно работают толщиномеры. Мы стреляем, потом уже смотрим на дисплей и сверяем показания. Здесь же они добавили крутую фишку. Если вдруг есть какие-то неисправности, то прибор просто-напросто издаст другой звук. Зацените, живой вам пример. Все хорошо. Все хорошо. А вот эта дверочка. Опа, очки. 639. 497. 150. Вот здесь, в этом районе, производился ремонт. Поэтому, ребята, вы можете зайти по ссылочке в описании, почитать подробнее про прибор. Сделать это можно по ссылочке на Озон. Корсис. Надежный помощник в автоподборе. Входные двери мы уже попросили нам поменять. Потому что входные двери изначально были сделаны некачественные. Они проседали. Из-за того, что в доме сделана, наверное, неправильная вентиляция. Либо я не знаю, что. Если открыты двери, допустим, заносят мебель, то лифты встают. Идет очень сильный поток воздуха, и лифты просто не едут. Двери осели и постоянно заедали. Петли постоянно срывали. На сегодняшний день вопрос уже решен. На сегодняшний день вопрос решен. Нам поставили новые двери. Сколько по времени заняло вот это бодание у вас, чтобы вам сделали? Полгода. Полгода. А вот вы отмечаете, что сегодня вас все убирают, расчищают. Вы действительно считаете, что это с моим приездом связано? Конечно. Вчера в 9 часов вечера, когда было в чате информация о том, что вы приезжаете к 9 утра, дворники ходили здесь еще убирали. Смотрите, утром я шла еще по узкой тропиночке. А сейчас тут Бродвей. Все почищено очень красиво. За всю зиму так чищено ни разу не было. Значит, друзья, смотрите, дом по реновации. Здесь консьерж должен сидеть. Должен быть. Но, опять же, консьерж это по согласованию всего подъезда. Верно? Да. Вот ваш подъезд что сказал? У нас пока очень мало собралось людей, чтобы провести ОСС. Вообще проблема в таких домах то, что половина жилого фонда идет под фондом реновации, под ДГИ, половина жилого фонда идет в соцнайме. И собственников в общей сложности получается не так много. И кворум тогда не набирается. Но в целом вы хотите? Конечно. Ну, потому что, посмотри, что сейчас уже. Это дому год, чуть больше года. Марина Олеговна, показывайте вашу проблему. Проходите к нам, пожалуйста. Смотрите, у вас квартира большая. Квартира большая. Этим мы довольны. Так, так, так. Мы недовольны, что у нас течет стена. Все заплесневело. Отваливаются кусочки. Вот с той стороны плесень. С этой стороны вот она вылезает. А вы как-то пытались с тени бороться, зачищать ее, например? Она мокнет и все. И постоянно. И постоянно. То есть, зачищаешь и опять. И все снова. Потолок у соседа сверху под окнами. Та же самая история. Тоже плесень. Отваливаются обои. Ну, самое страшное, что он вообще потеки. Вот, смотрите, Олеговна, вы человек взрослый. Какая проблема может быть от плесени в квартире? В квартире для здоровья. Бывают вообще какие-то проблемы? Конечно. Проблемы большие. Я как биолог. Это отравление организма. Та же самая плесень, она с порами попадает в организм. Она попадает в пищеварительный тракт. Она попадает, естественно, в дыхательные пути. Астма, воспаление легких. Пожалуйста. Все. Полный набор. Накопительный эффект. Сразу это никогда не проявится. Иммунитет все-таки еще пытается бороться. Но это полгода, максимум год, и начнутся проблемы серьезные. Ну, вот расскажите, как биолог, какие пути решения есть? Вот вы, насколько что знаете, как можно это вывести? Вывести это очень трудно. Потому что, если пропитался весь бетон, если пропитались вот эти все стены, плодобоями можно. Ну, посмотрите, насколько это все уже в середине сидит. То есть, это по-хорошему долбить, делать капитальный ремонт по полной программе. Ну, насколько я понимаю. Знакомьтесь, шикарная женщина Вера Владимировна. Вера Владимировна, ну, расскажите, что у вас здесь случилось, с чем недовольны? Что не так? Полностью домом недовольны. А что такое? Ну, во-первых, я видела, как его строили и кто его строил. И что строили? Ну, во-первых, летали все эти утеплители, когда его делали. В общем, отвратительно. А кто его строил, я тоже видела. Вот. Въехали мы, когда начали смотреть, у нас было 40 недоделок. 40. Вы можете перечислить кратко основные? Пожалуйста. Так и самые глобальные. Была раковина, кривая-прикривая. Вот эту вот меняли все, потому что она была вот настолько выше, чем полагается. Ни один косяк... Ведь двери были наперекос, ни одна дверь не закрывалась. Сразу увидели, вон там трещина была. Ее замазали, она дальше пошла. Ни одно окно не закрывалось. На балконе ни одно стекло не было. Вот прокладки вообще не было. Дуло сильно? Так не было их. Просто их не поставили. Просто не поставили вот эти вот прокладки. Заставляли. В дальней комнате полы вздулись. Косяки вообще были отваленные. То есть вот ходили и просто удивлялись. Вера Владимировна, но вот честно, вернулись бы сейчас из этой квартиры в пятерочку свою? Да, конечно. Даже не раздумывая. Даже не раздумывая. Там еще можно было 20 лет прожить. А потом слышимость, это же невозможно. Дурная слышимость. Я извиняюсь, наверху молодые. А мы ночью не спим. Нет, ну правда, кроме шуток. Я понял. Так, ну покажите, что у вас здесь. С окнами что-ли? Тоже поддувают? Окна нам, вот уже, значит, четвертая была ремонтная бригада. С окнами нам вот четвертая бригада сделала. А вот теперь смотрите, что у нас. Отклеивается обои. Нет, у нас трещина на всю стену, вот туда. А, вон она что. Нет, нет, нет. Друзья, обратите внимание, что вот здесь у них пошла трещина. Да, она вот можно дальше. Это давно она появилась? Появилась она, вот мы заметили, дня 3-4 там у нас. А, то есть, наверное, после холодов сейчас, да? Да, да, да. Неплохо, блин. Да, уж, наверное. Но сейчас как бы вам окна, я смотрю, еще тут что-то промазывали, намазывали, да? Да, делали. Но вот если заметите, вот была трещина, нам ее замазали, а она дальше пошла вон по потолку уже вот такая вот неровная. Короче, вон там в углу у них была трещина, ее подмазали. Я не знаю, по камере будет, видно, не будет. Вот, да. Но вот перепад есть, короче, вживую заметно. Ну, простите, старый наш дом. А теперь вот зайдите и посмотрите, как можно все вот это вот в таком вот состоянии, вот. Вы посмотрите, это же вообще немыслимо. Это как это так? Это вот в трещинах? А вот дальше даже плит нет. Вот посмотрите. Даже ничего. Вот оно все. То есть, извините за выражение, соплями. Вот как это вот? Вот как? Потом ванню. Вот ванну нам два раза меняли. А что меняли, покажите. Я сейчас скажу. Ванну, значит, первый раз, когда ее поставили, она была уже со сколами. Сколотая ванна была внутри. Значит, пришли, да, сколы. Нам, значит, через месяц-полтора, мы даже не мылись, пришли ставить вторую ванну. И тот, кто нам ее стравил, они ее уронили туда и разбили это самое прямо до, как сказать, до основания. То есть, это уже третья наша ванна. Уже вот опять чернота пошла. Вон она. Ну, у вас, кстати, нету плесени, да? Нет, вот она уже пошла. Пошла, да? Это уже нам замазывали. А, вам уже ее пытались маскировать. И вот она у вас опять вылазит, да? Это вот четвертая бригада, которая замазывала нам потолок, делала нам окна. В самой маленькой комнате балкон. Сквозняки здесь, вы не представляете, какие. Но у меня на балконе, у меня на балконе сквозняк. Такой, что... Ой, ой. Смотрите, что. Как у меня на балконе. А, это вы специально так повесили, да? Да, я... У меня вот просто на балконе дует так, что у меня на балконе холоднее, чем на улице. У меня просто холоднее, чем на улице на балконе. Очень холодно. И вот это вот дует, это невозможно. А мы перемещаемся дальше. Это уже 18-й этаж. Варвар, ну что, тут у вас тоже плесень? У нас плесень, проходите, показываю. Вот, ну, это в начале квартиры. Вот, смотрите, это вот у нас начало вылезать. Вот, пойдемте ко мне в комнату. Вот, смотрите, какая у меня здесь красота. Вот, давайте я свет в кучу. Вот, смотрите, какая красота. Так, ну, вы посмотрите, по здоровью. Тут у вас, говорят, сосед уже один уехал. Вы себя как вообще в целом чувствуете? Пока ничего у вас... Я постоянно кашляю. Но руки ничего не чешутся еще? Чесать пока не чешемся, но кашляю постоянно. Слушайте, ну, страшно, да, вот так вот. Ну, вот, ну, представляете, это черная плесень. Это страшная вещь вообще. И она у вас только растет и растет. Вот, когда она появилась? Она появилась, ну, наверное, полгода тому назад. Но мы сначала, она очень была, ее мало. То есть мы ее как бы, ну, вот, мы думали, мало ли, может, ну, муж собаки хулиганит. Вот, а потом, когда вот начали мебель двигать, оказалось, что тут не совсем собаки. Вот вы сами замечаете, что ее все больше и больше становится? Больше она растет. Прям быстро вообще в целом? Там раз в неделю замечаешь, что... Ну, или как, примерно? Ну, я бы не сказала, что особо быстро, но... Постоянно. То есть ее больше и больше и больше становится. Окна у нас чистые. Вот что на окнах нету ничего? Нет, а окна продувают, то есть сифоник, сквознячок от них есть? Нет, такого нету. Вот, у вас нету? Нет, у нас нету. Говорят, вот, я знаю, там, люди у них батареи свистят. Ну, у кого чего, да, то есть у каждого свои проблемы. У кого-то было дело, и чуть ли не потолок падал на голову. Вот, а у нас вот именно вот это вот. Друзья, мы поднимаемся этажом выше, и вот посмотрите. Вот здесь, например, тоже плесень есть. Сейчас я вам свет подкручу. Смысл какой? Получается, что вот эта стена, да, заражена, и по ней вот это вот все дело живет. Над этой квартирой находится квартира, которая была полностью затоплена, и которая как раз-таки полностью заражена грибком. У соседки в этой квартире, к сожалению, она сейчас не может находиться здесь. На стенах сверху везде черная плесень, отходят обои. То есть тут жить она боится. Она съехала с этой квартиры. Вот здесь как раз. Да, она боится здесь жить, а сверху как раз-таки квартира, которая их затопила, и где полностью грибок, вообще полностью. А вы говорите, что в этой квартире люди уже начали даже на здоровье жаловаться? Да. А как это выглядит? Что они вам вообще хотят сказать? Начали чесаться руки. Какая-то пошла непонятная аллергия, насморк. Вот так. И они даже уже все съехали, да, оттуда нахрен, чтобы здесь не жить? Пока да, временно. Пока это все будет устранять. Либо застройщик, либо фонд реновации. Еще непонятно, кто это будет устранять. Слушайте, ну вам самим-то не страшно? На самом деле звучит так это... Страшно? А что поделать-то? Жить-то где-то надо, нам некуда съезжать, мы живем в том, что есть. Да уж, блин. А здесь что? Подтекает? Здесь идет отопительная система. Очень часто какие-то здесь прокладки начинают течь. И тут очень часто хлыщет вода. Это было, когда только запустили отопление перед зимой. И вот это все выливалось в подъезды, выливалось этажами ниже даже. Потому что иногда вызывали аварийку. Они приезжали и, находясь этажом ниже, ты видишь воду, а она не у тебя. Она этажом или двумя выше. Вот тут, видите, наверное, тоже что-то подтекало когда-то. Все отвалилось. Короче, дом у вас прикольный, блин, с сюрпризами. Да, мы каждый день просыпаемся и можем найти какой-то сюрприз то ли в подъезде, то ли в квартире. Аня, ну рассказывай, ты нас привела к эпицентру всей этой заразы. Вот за 293-й квартиры, как вы уже выяснили, там полная жопа. Она полностью заражена черной плесенью. Близбекуарные бактерии тут полную. Да, тут уже и при входе все видно. Можно, да, сфотографирую Алису. Данная квартира 293 и 294, они принадлежат ДГИ. Здесь никто не живет, они не отапливались на протяжении всего времени. Даже вот если посмотреть, вчера с префектом ссорилась, они включили вчера все-таки отопление в одной квартире, а в другой квартире, вот, она так и не включена. Оно на нуле. Хотя они утверждают, что во всех нежилых квартирах есть отопление. Проблема с этой квартирой началась не так давно, где-то в ноябре прошлого года, прорвало трубу, затопило соседей снизу, мы как раз таки видели, что там была плесень. Соседка пожаловала, что у нее начали отходить обои, и пошла черная плесень. Приехала комиссия, фонд реновации, ДГИ, жилищник, открыли дверь, и она полностью заражена черной плесенью. Соседка тайком смогла сделать фотографию, но ее просто гнали отсюда. То есть квартира полностью заражена. На вопрос, что мне делать, соседки сказали, что мы ничего делать у вас ремонтировать не будем, потому что в этой квартире мы также ремонтировать ничего не будем, пока эту квартиру кто-нибудь не купит. Но кто ее купит с такой плесенью? Вот здесь, да, где-то уже там он со стороны вылазит на улицу, ну, на улицу в смысле в подъезд. Вот здесь мы открываем щиток, а, ну вот, пожалуйста, ребята, смотрите, это вот жопа вся, вот это начинается прямо вот здесь. Соответственно, страшно представить, что там будет внутри, если бы сейчас туда зайти. Ну, понятно, что любой нормальный человек жить там вряд ли захочет, и если начать приглядываться по стенам, то вот вы видите, что везде на стенах вот такие уже преступления идут, ну, и, соответственно, зараза вылазит дальше. Ваше мнение, Анна, по этому вопросу? Я не знаю, что сказать. Если это все не удалят, просто продавать квартиру и съезжать, ну, а кто купит эту квартиру? Просто страшно за свое здоровье. Я молодая девушка, мне страшно, что там у меня, в дальнейшем у моих детей будут проблемы со здоровьем, потому что это все водить очень тяжело. Рассказываю вам, что остается за кадром. Вот эти три замечательные девушки, это инициативная группа, которые, собственно, меня и пригласили. Их основная задача – постараться решить проблему. Им в большинстве-то своем квартиры нравятся, планировки нравятся. Дальше мы вам еще плюсы покажем. Но были интересные моменты. Так, например, когда мы приехали, вышел взрослый мужчина, лет так шестидесяти. И вот начинает. Вот такие проблемы, сякие проблемы. Я говорю, смотрите, давайте вот на камеру мы сегодня как раз делаем сюжет про ваш дом. Чтоб меня посадили? А зачем это надо? Да кому это надо? А зачем это надо на камеру? Да что от этого изменится? Я пошел. Но за кадром его было не остановить. Он был готов говорить, говорить, говорить. Далее. Заходим в один из подъездов. Выходит один из жильцов. Ему говорят, давай, пойдем к тебе. У тебя же тоже проблемы есть с плесенью. Да, есть, но тут такое дело. Я квартиру продаю, уже риелтор занимается. Не хотелось бы. Не хотелось бы афишировать, показывать проблемы. Поэтому вы сейчас снимете, а ценник упадет на наши квартирки. Как же мы дальше будем жить? И с одной стороны, людей можно понять. То есть, вот ключевая задача, это дать вам пищу для размышлений. Как бы вы поступили в подобной ситуации? Постарались бы потихой квартиручку продать и съехать? А? Напишите ваше мнение в комментариях. Вы живете на 18 этаже. Какая у вас проблема? Я живу на 18 этаже с сентября текущего 22 года. 7 сентября мы заселились, прожили неделю, поняли, что с лифтом жить невозможно, поскольку ребенок, у меня маленький ребенок, он просто плакал, мы уже в дальней комнате, все равно слышно, как вечером, особенно в 11 часов, в 12 люди возвращаются, мы это все слышим, очень сильно слышно. Далее я написала заявку в Мослифт. Приехал сотрудник Мослифта, сказал мне, что ничего поделать не может, может только постучать по механизму и, может быть, станет чуть-чуть тише. Он это сделал. Дальше он мне сказал, что это новая система проектирования лифтов, механизм переключения на старте и на финише этажей находится не на чердаке, а в шахте лифта. Далее он ушел, показал мне ящики, вот, посмотрите, здесь переключение этажей, искусственно мне показывал, как это все делается, сам нажимал лифт именно вот в этом ящике. Дальше я с 17, 22 сентября, я написала письмо жилинспекцию, мне пришел ответ 17 октября о том, что пройдена экспертиза сотрудниками Мослифта в этот же день, 17-го, 10-го, и что лифт и система лифта соответствуют требованию безопасности. Ссылка на нормативный акт у меня, вот, есть этот официальный ответ. И все. На этом все закончилось. То есть получается так, что у вас квартира расположена близко к шахте лифта, и на основании этого постоянно все те, кто катаются, вы эти вот стуки очень хорошо слышите именно дома. Да, особенно ночью очень слышно. То есть в 5 часов, в 6 идут гулять с собаками, мы это все слышим. Даже в самой дальней комнате, на той стороне, у меня две комнаты слева и одна справа, и все равно очень все слышно, очень слышно. Вот вы сейчас слышите, как вот стучит лифт. Скажите, а еще проблемы известные, которые ваши жильцы жалуются с плесенью, окна продувают, у вас такое есть в вашей квартире? Я живу в плесени, значит, я живу в трехкомнатной квартире, ровно над той квартирой, которая очень сильно заражена плесенью. Я давно уже бью тревогу, я разговаривала, вызывала жилищников, сантехников о том, чтобы они включили отопление. Они категорически отказываются включать, поскольку говорят, что там никто не проживает. Эти квартиры, у меня есть официальный документ о том, что эти квартиры принадлежат не фонду реновации, они принадлежат департаменту имущества. Квартира фонда реновации, которая у меня рядом, там включено отопление. То есть мы предполагаем, что скоро, учитывая, что там сыро, помимо того, что и так было все плохо без отопления, сейчас еще там влажность из-за того, что прорвало трубы, по воздуху теперь это все поднимется через вентиляцию ко мне. Ну это мы ждем буквально вот с месяца. Но вы смотрите, плентуса не поднимает, там что-то постели. Каждый день я проверяю, да. Но скоро она поднимется вверх. То есть она через воду опустилась вниз, скоро она поднимется через вентиляцию вверх. Да, друзья, мы вот сейчас поднялись, там что-то все болеют, все шмыгают. Вот один человек, второй. Это, конечно, вот вы меня пригласили, блин, в гости, блин. Эпицентр, где находится вся зараза, все это дело распространяется. Блин, ну страшная вещь на самом деле. Но в целом райончик хороший, да? В целом все классно, блин, да. Это метро, торговый центр, детский сад, масловарик, парки. Уже люди переезжают, потому что со здоровьем плохо стало. Еще один участник нашего ролика. Маргарита. Да, совершенно верно. Куда вы пришли и какая здесь проблема? Мы пришли к квартиру моей соседки. Она с ограниченными возможностями. У них большие проблемы. У них в ванне со временем сдулась плитка. Вот смотрите, да, было все нормально. Теперь сами видите, видите, она, ну, видно тут даже, да, вот по стене это все пошло. Откуда это как, непонятно. Потом очень сильно дует в окна. В окна дует так, то есть, что продувает голову. Мы уже заткнули, чем могли. Видите? Купили уже одноразовые пеленки, потому что хотя бы это не продувается. Спать невозможно. В голову дует. Ну, наверное, будем переставлять диван тут с соседями. Особенно в ветреную погоду. Ветреную погоду дует. Да вот сейчас, вот даже если потрогать рукой, чуть-чуть сифонит. Вот, везде, посмотрите. Заткнули просто самое необходимое, потому что все-таки тут хочется спать. Слушайте, но в этой квартире нет проблем с плесенью? Пока нету, я думаю, не будет. В комнате, где у нас обитают наши люди с ограниченными возможностями, бабушка, у них очень дует из-под двери балконной. То есть, видите, тоже пришлось это все заложить, потому что дует по полу, вот невозможно тут просто ходить. Слушайте, ну вот, допустим, бывает такая картина... Пенсионерам дует, ноги мерзнут. Да, бывает такая картина, что надо донастроить фурнитуру, прийти покрутить. Приходил кто-то, пытался? Настраивали, настраивали, не помогло. Но дверь тут толком-то не настроишь, наверное, как-то, да? Вот какие-то черные там появляются, но все-таки же мы не знаем, что это. Я думаю, это не плесень, надеюсь, да? А там, скорее всего, это похоже как раз на плесень. Выяснить мы не можем, мы не специалисты по плесени. На зарождение. Вот, может быть, да. То есть, очень-очень дует, очень. Мы с вами выходим в подъезд, выходим в такой предбанничек на балкон. Здесь-то что не так? Здесь. Здесь, значит, у нас стоят двери. Но на многих этажах они сифонят, потому что, наверное, как-то что-то не так сделано. Обратите внимание, вот здесь у нас проходят какие-то трубы, наверное, отопление или что. Я сейчас скажу, для чего я это говорю. При том, что вот эта дверь сифонит, вот эти трубы все размораживаются. У нас была ситуация. Пройдемте дальше, я вам покажу, где была ситуация. Из-за доводчика, который масляный, замерз. Вот сейчас я притянула дверь, чтобы дверь закрылась. Дверь была открыта на втором этаже. Разморозились трубы отопления. И у нас был потоп в первом подъезде. То есть все потихло вниз. Потому что, да, ее как-то рвануло. Вот смотрите, я сейчас отпущу дверь. Возможно, она опять не закроется полностью. Вот сейчас она закрылась, но при минус 20 доводчик просто не притянул дверь, и получился такой казус. Друзья, на секундочку, на сегодняшний день температура воздуха примерно минус 5. Вот плюс-минус. Вот такая температура. А морозы недавно были до минус 25 ночью. Ну, там 20-25. И, соответственно, вот в морозы у вас здесь... В морозы у нас и случился казус в первом подъезде. То есть из-за того, что была дверь открыта, разморозка труб, которые ведут к отоплению. И у нас подъезд первый остался без отопления на какое-то время. И что-то происходило, еще какие-то, наверное, аварии до этого. И был дом у нас без отопления. Ну, недолго. Ребята, конечно, из жилищника молодцы. Они починили все быстро. Прибежали. Но люди чуть-чуть померзли в квартирах. То есть в квартирах чуть-чуть было холодно. В рамках рабочего дня сидел. Да, да, да. То есть в процессе аварийной ситуации все прибежали, быстренько все починили. И это, конечно, большое спасибо. Ребята, у нас сегодня шикарная возможность посещать различные квартиры, смотреть, как выглядит этот новый дом по реновации. Кристин, расскажи, пожалуйста, ключевые отличия вот этой квартиры. Вот она у вас тоже для людей с ограниченными возможностями. У вас есть инвалид в квартире. Да. Кто это? Это бабушка и мой сын. Вот расскажи, пожалуйста, вы жили до этого в двушке. Да. Что отличие прямо? Цифра один, дверь больше, цифра два, кухня больше. Во-первых, лифт. Это самое важное. Человек с ограниченными возможностями сложно подниматься на третий этаж. Мы жили на третьем этаже. Здесь мы поднимаемся на лифте, проходим двери, широкий дверной проем. Специально сделан для того, чтобы на коляске беспрепятственно можно было въехать. Два глазка. Если человек постоянно на коляске передвигается, он может подъехать посмотреть. Два звонка. Пройдем. Здесь тоже. Пожалуйста, все на уровне руки человека, сидящего в коляске. Это было изначально все сделано. Круто. Слушай, а по туалету покажи, пожалуйста, я обращал внимание, что там какие-то пандусы специальные есть, ручки. Мы ничего не меняли, кроме одного, по-моему, все-таки сняли. Ну, сейчас увидишь. Значит, туалет специально высокий, чтобы санитарный стул можно было, если нет такой необходимости, подвести, поставить. Либо человек, который может с коляски сам пересесть, соответственно, поручень раз, поручень два. Такая классная штука. О, это было, да? Да, это все было. Ничего себе. Это специально из ванной, когда выходишь, чтобы было там держать, пересесть в коляску. Специализированное зеркало, это тоже было. То есть, оно, видимо, как-то, я не знаю, предназначено тоже для людей с ограниченными возможностями. Это все было. Слушай, ну так-то здорово на самом деле. Это огромный плюс. Это, мне кажется, для человека с ограниченными возможностями, ну, действительно, подарок. Да. Тем более, когда можно самому без чьей-либо помощи выйти, допустим, в летнее время на улицу, отправиться там на коляске, не знаю, магазин в парк. Это вызовы экстренной помощи. Он идет прямо в диспетчерскую жилищника. Он рабочие проверяли? Рабочие проверяли при заселении, да. Вот, все сразу было сделано. Выводы под стиральную машинку были сделаны. Розетки для стиральной машинки. В принципе, розетки были везде. Люстра была изначально. То есть, ты завозишь мебель, и все. Стены вот такого цвета были сразу белые. Кто-то хочет, пожалуйста, может перекрасить. Мы не перекрашивали. Ну, вы, я так подозреваю, только лишь занесли свою мебель, и все остальное у вас от застройщика условно. Да. Ну вот, вы мне скажите, после двушки там, во сколько была площадь ранее? 45. А сейчас? 57-56. Ну, неплохо. И балкон еще появился. Балкон огромный. А раньше был? Балкон был обычный раньше, то есть, ну как, именно балкон. Сейчас это лоджия. Я понял. Так, куда идем дальше? Комната одна. Сколько она примерно квадратов? Не надо смотреть. Ну, квадратов, наверное, 12. Квадратов 12. А, еще, знаешь, какой интересный момент покажу? Слушайте, ну вот вы скажите, вот у вас в комнате дуют соком? Да. Тоже поддувают? Да, да. У нас мало того, что дует, еще своими силами мы попытались вот здесь заклеить, потому что уже все начало растрескиваться. Изначально, кто приходил смотреть окна, говорили, что сами, сами окна хорошие. Обратите внимание, что здесь тоже специальные ручки для людей с ограниченными возможностями, кто на коляске. То есть не как обычно вот здесь, чтобы ты мог все открыть. Это удобно, когда ты на коляске. На самом деле очень сложная технология, не всегда мы с ней справляемся. Сами рамы хорошие, но установлены они криво. Поддувает. Видно даже, как поддувает, потому что здесь недалеко дорога, из нее грязь и пыль летит. И вот там вот темные такие моменты поддувают. Плюс. Ну вот это вот поддувает. По-вашему, это пыль? Это не плесень, не зарождение плесени. Это пыль, потому что я прям вчера даже рукой подносила, и это именно дует. Плюс. Есть клапаны, кстати, приточного воздуха. Это тоже плюс. Такого не было в пятиэтажках. Не, ну так-то звучит круто. Но вот, допустим, вот у вас получается по квартире проблема с чем, что вот поддувает тоже соком. Поддувает окна. Входная дверь. Сейчас я не знаю, будет видно или нет. И тем более мы вызывали, нам пытались устранить. Я потом покажу. У нас прям щели. То есть я прям вижу подъезд. Но вот так вот решили вопрос, чтобы не было. Просто подкрыли. Ну как бы да. Ну это русская технология. То есть это уже по-нашему сделано. Это хорошо. Вам помогает? Ну нет. Нет? Будем еще раз вызывать их. Прям видно свет в подъезде. Слышно все. В принципе, все работает. Радиаторы теплые, хорошие. Все висит. Здесь везде по дому идет горизонтальная разводка коммуникаций. То есть не стояки, как раньше мы привыкли, а горизонтальные. Каждый у себя в квартире может там перекрыть, выключить, откачать. Ну тоже круто. Это ноу-хау, ноушество. Не во всех новостройках сейчас такое делают. Так ты, короче, послушаешь. Домик-то у вас ого-го-го-го. Заглядение. Домик интересный в каких-то моментах, но есть минусы, которые перекрывают эти плюсы. Поначалу, когда мы въехали, мы такие, о, классно, здорово, вау. Начинает жить, начинает вылазить одно, другое, третье. У вас плесень есть? Слава богу, нет. Мы искали. На этажу вообще нету? Или на этаже у кого-то есть? Вот этот стояк, вот, чтобы ты понимал, у нас получается эта квартира специализированная над нами. Мы были квартирой специализированной. А дальше квартиры пустые стоят. Они не в стандартной планировке. Есть такое ощущение, что фонд реновации их оставил на продажу. Вот здесь специально можно для шкафа, соответственно, местечко есть. И вот есть еще один санузел, помимо того основного, большого. То есть он уже получается не для лиц с ограниченными возможностями. Он обычный, да. Для всех остальных. Для всех остальных. Но был момент. Я квартиру долго не принимала. У меня были замечания. У меня был список из 22 замечаний по квартире. И я этого не увидела. Об этом мне потом рассказал сантехник. То есть слив этой раковины не был подключен к основному сливу. То есть если бы мы заехали и начали пользоваться, у нас бы вода просто потекла туда по стояку, там на первый этаж в электросчетовую. Ну ничего себе. Они увидели это случайно. Плитку всю сняли, подключили, слава богу, увидели все. Ну то есть переделали. Поэтому когда получаешь квартиры, даже по переезду, по реновации, обязательно нужно принимать ее со знающими людьми. я женщина, моя мама, бабушка, сын, мы в этом не знаем ничего, поэтому нам помогал мой знакомый, который занимается строительством. Он мне как бы отметил определенные нюансы. И то лучше вообще вызвать кого-нибудь, специальную фирму. Ну да. А вот вы говорите 22 замечания. А может так быстренько пробежаться? Что это за замечания были? Двери провисали, не работали вообще батареи. Полностью была отключена вода в этом санузле, как будто он не существует, но потому что всего по стояку в двух квартирах здесь санузел. Во всех остальных квартирах здесь просто ниша. Продували окна также. Нам все уже замазывали, регулировали. Меньше чем через год все опять началось, повторилось. А что еще? Плитку. Плитку простукивали, были где-то глухие моменты в плитке. Плитка в ванной отходила, вот так же, как у соседей сверху. То есть я это изначально все как бы делала, обращение нам меняли. На сегодняшний день у меня осталось три замечания. Это плохой слив воды, ну то есть вода стоит в ванной, практически не уходит. Это продувающие окна, то есть либо они постоянно с регулировки слезают, там, я не знаю, может быть резинку надо поменять, возможно стекление надо поменять. Я как бы в этом не сильно, но я постоянно обращаюсь, нам приходят, что-то порегулируют, потом опять начинают дуть. У меня вот были морозы, у нас прямо на петлях были обледеневшие куски. Это вы получаете, смотрите, как коврик. Это коврик, чтобы не дуло, но изначально, когда мы сюда заезжали, поскольку, если обратить внимание, широкий дверной проем, широкое стекление, рама, нам изначально сказали, что, скорее всего, нужно будет регулярно регулировать, потому что будет провисать. Это вот еще, ребята, минус в том, что сейчас ставят пластик везде, а пластиковые двери, они очень тяжелые, соответственно, нагрузка большая. Если бы ставили деревянные, то было бы гораздо лучше. И многие могут подумать, что деревянные плохо, нет. Ну вот это тоже мы сделали, чтобы не дуло. Вот тут подклеили. Ну короче, вот, видите, везде надо что-то подклеивать, везде сифоний дует, вот по факту, кто-то может сказать, что ты подумаешь, а с другой стороны, я прекрасно представляю, что такое сифоний, когда вот сверху мороза был. Это просто шею продует, спину. Ну вот здесь кровать стоит, и здесь очень сильно дует. Вот такая широкая лоджия, я прошу прощения за беспорядок, здесь встало два старых шкафа для хранения, здесь панорамный, в принципе, вид, просто убрали, чтобы, ну, потеплее было, нет, второй этаж, видно все. Все-таки загляд. Москитные сетки везде стояли, кто-то, кто делал полностью ремонт, копил на это, мы здесь ничего, грубо говоря, из ремонта не делали, меняли полностью остекление люди, но это прям так весомо по сумме. Слушайте, но в целом так, вот допустим, я к вам в гости захожу, по ощущениям, ну, классно. Светлое, свежее, приятное, широкое, высокие потолки, все этажки. Особенно, когда вы уже мебелью обставились, и представляя, что двушка 44 квадрата, мы бы сейчас с вами в прихожей, во-первых, ютились бы, не было бы никакого второго санузла, неплохо. Слушайте, а расскажите еще момент, вы говорите, воду из шахты лифта? Да, у нас, наверное, дня два назад, вот сейчас мы спускаемся на паркинг, откроются двери, вы увидите, тут было все затоплено водой, можно было ходить в резиновых сапогах, и сегодня решили откачать воду из лифта шахты, вот еще мокро, потому что вода все-таки скопилась в шахте лифта, ну, ее откачали, я надеюсь. А это вода прорвало что-то или что? Она не знаю, она текла сверху, что тут находится, я не знаю, но тут было залито все водой, то есть, когда мы приехали на паркинг, мы сейчас находимся в паркинге, все было в воде, освещение, это нормальное наше явление, никто тут ничего не меняет, вот горит еле-еле лампочка, говорят, что этого нам достаточно. у нас здесь, короче, прям silent hill. Вот так не закрывается, у нас встает грузовой лифт, он ломается и останавливается, так что дверь, пожалуйста, плотно прижимайте. Вот мы переходим на паркинг. А почем вообще парковочные места продавались? Парковочные места продавались со скидкой, большое спасибо за эту скидку, потому что было выгодно купить парковочное место, оно было от 650 тысяч, по-моему, до 850, это уже со скидкой. У нас тут протечки постоянные. Течет здесь, сдулось все. То есть в стене, что ли? Там труба получается? По стене, течет вниз. То есть вот протечки. Сейчас вам покажу самое наше знаменитое 41 место, которое течет постоянно. Вот они как бы заделывали протечки, я так понимаю, но как они заделывали, они заделывали изнутри. По идее, все протечки надо заделывать с улицы, чтобы с улицы не поступала вода. Вода сюда поступает с улицы. Слушайте, а повторите еще раз про вот это, что вы говорите, другая компания, какая-то управляющая приходила. Мы хотели поменять управляющую компанию, потому что та, которая сейчас у нас, она не может справиться с протечками. Она не очень качественно, по некоторым мнениям жильцам, убирается в доме, вокруг дома. Мы попросили посмотреть наш дом другой управляющей компанией. Она пришла, посмотрела паркинг, начала с паркинга, потому что здесь все коммуникации проходят, и сказала нам такую фразу. Силовой кабель, который находится под 41-м местом, ну, здесь прям пошел. Нужно в обязательном порядке починить, устранить вот эту протечку, иначе весь дом останется без электричества. Это слова как бы управляющей компании другой. Мы не знаем, правда, это или нет, но мы можем в это верить, потому что протечка есть, силовой кабель есть. Куда он идет, мы не знаем, это знает только управляющая компания, которая на данный момент получила наш дом в обслуживании. У них есть все схемы. Вот знаменитое 41-е место. Тут нет освещения, потому что его выключили для безопасности, потому что вот в данном случае, вот здесь проходит какой-то силовой кабель, который электричество поставляет в дом, я так поняла. И вот тут всегда течет, течет через него, вот трубочку, видите, сделали трубу от тока воды, и, соответственно, свет-то тут и выключили из-за этого. Но это место куплено, правильно? Это место куплено прямо даже в первые, наверное, месяцы продажи парковочных мест, но пользоваться до сих пор собственник машинного места этого не может этим местом, потому что тут, по словам жилищника, проводятся всегда работы, касаемые устранения вот этих недоделок. Но, как видите, уже год дом, ну, будем считать, что год это парковочное место есть у собственника, и никакой работы не проводилось. Вот видите, как и текло, так и течет. То есть сейчас были, была утепель, были дожди, и опять тут была вода. Вот обратите внимание, идет трещина по всему потолку под домом. Она идет до стены, от стены до стены. Но вам вот управляющая компания, которая ее обнаружила, вторая, она сказала, что это именно трещина, то просто, знаете, бывает там штукатурочка лопнула в одном месте. Нет, они сказали, это трещина, почему она проходит здесь, потому что здесь идет стык. Дом состоит из трех частей, каких-то подъездных, я так подозреваю, и это стык вот этих, вот этой части дома. Одной части дома и второй части дома. Так, еще, короче, вам, да, сюрпризик. Это только год, да, дом как стоит? Год. По поводу падения лифта, это вы лично тоже участвовали в этом мероприятии? Да. Как было, рассказать? Было буквально, наверное, после месяца, как мы сюда въехали. Мы поехали с детьми. Детям было 15 лет, соседские дети, слава богу, они были взрослые. мы сели в пассажирский лифт, поехали с ними с первого этажа на свои этажи, на 11 и 12. лифт доехал этажа, наверное, до 6-го, 7-го, резко остановился, не открыл двери и резко поехал вниз. Я детям говорю, спокойно, дети, все нормально, сейчас лифт откроется. лифт не открылся, поднялся на какой-то этаж, наверное, 3-й, 4-й, резко так же, и резко опять поехал вниз. И только после этого он открыл нам двери на первом этаже, и мы смогли выйти. Дети были у меня бледнющие, потому что они перепугались. Хорошо, дети соседские. Я их успокоила в лифте, пока мы быстро вот это катались, что они со мной, ничего не случится. Но, честно говоря, взрослый человек, лично я очень испугалась, потому что падают лифты, мы это знаем, падали лифты в соседних домах. Я испугалась. Но травм не было ни у кого? Травм не было, мы обошлись, мы все приехали на первый этаж на своих ногах, но шок у детей был. Наверное, месяц эти дети боялись ездить в лифте одни. Акта мусоропровода оборудована специальными омывающими системами. И когда была она очень-очень грязная, в течение года там никто не убирался, недавно мы зашли в нее и увидели, какой там был, извиняюсь, срач, мы как бы пожаловались, начали убирать, все начали мыть со шлангами, а гидроизоляция там отсутствует, и все потекло на паркинг. То есть у вас дом с сюрпризами? Вообще. Слушайте, я знаю, что в этот дом люди, которые переезжали, перевозили свою мебель, а вместе с мебелью перевезли еще и тараканов. Барсики. И у вас новый дом, но уже, как вы говорите, барсики? Барсики. Барсики, стасики. Стасики. Полно. Были, были, но вроде на сегодняшний день пока уже не замечены. То ли потравили, вообще вызывали дезинфекцию тоже, и стараются избавиться от старой мебели постепенно, но уже год живут. Один раз из второго подъезда бомжа, который забежал, быстренько поднялся на 18 этаж, и там благополучно жил. Он мне об этом сам сказал, пока мы с ним ехали на лифте, но в лифте я с ним не решила, столкнуться, вызвала полицию. Полиция быстро приехала, его выгнала. Такой же случай был, я так понимаю, в третьем подъезде, но там жило два бомжа. Это определили по количеству одежды, курток, и сколько там народа выгнали их, я так понимаю. То есть были случаи, что бомжи приезжают, у нас очень удобное расположение на 18 этаже для бомжей. Там, выходя на черную лестницу, ты благополучно попадаешь на какой-то такой непонятный балкончик, туда никто не поднимается, потому что это уже, я так понимаю, где-то выше крыши, под крышей. Они там очень хорошо устроились, жили, и даже мы видели, что там они, наверное, костер разводили. Костер? Ну, там было что-то наподобие, да, этого, жители испугались. Я все-таки надеюсь, что это был не костер. Ну, это скорее всего, что-то, может, газовый горелку, а если еще что-то там готовить. Но мы... Третий подъезд, чердак. Вот тут у нас тоже протечки. А вот это злюбленное место, где раньше жили постоянно бомжи. Вот у нас тут кто-то снял плитку, уциклитель. Ну, а это живые кадры, которые сделали сами жильцы дома. Фотографий, материала полно. Достаточно зайти в группу жильцов дома, и с каждым днем появляется что-то новенькое, новенькое, новенькое. Все эти письма, обращения, ответы я вам так кратенько выведу на экран, но кому интересно, кому действительно нужно, вы сами знаете, где искать в группе жильцов дома. Значит, в защиту, в защиту дома, в защиту властей хочу сказать я. Первое. Ну, как мы сказали в самом начале, подавляющее большинство жильцов в целом реновацию в Москве поддерживают. Больше получают площадь, соответственно, стоимость квартир совсем другая. Можно выгодно продать, если тебе вдруг что-то не нравится, переехать за город, построить дом, ну и так далее. Короче, альтернативных вариантов появляется масса. Сам по себе вот этот район Щукино, он, как я сказал в начале, очень хороший. Хорошо развита инфраструктура, детские сады, школы, магазины, торговые центры и все-все-все-все-все. Это само собой разумеется. Там неподалеку большой водоем, парк, то есть, вид из квартиры этажами выше открывается шикарный. Большие балконы, входная группа для инвалидов, вообще для людей удобная. Заходишь, у тебя большой подъезд, предусмотрен консьерж. Там есть отдельная комната помывочная, так, например, лапы собакам помыть, велосипеды, различные технические помещения тоже есть. Заходишь в квартиру, по-современней, по-интересней, сделаны планировки. Переезд составлял так, вот они жили в пятиэтажках, через дорогу построили при них же новый дом. Смотрели, радовались. Я был в этом доме в прошлом году, там по реновации получила квартиру бабушка моего друга Семен Михайлович, передаю тебе лично пламенный привет. Так вот, друзья, есть минусы жесткие, с которыми невозможно бороться. Именно это я, например, и боюсь всегда в новостройках, когда ты покупаешь квартиру в новом доме и вот начнется. Сделал ты шикарный ремонт, залил тебя сосед сверху, он не виноват, виноват, и там стояки, трубы и так далее. Не дай бог пошла черная плесень, ну с ней жить невозможно, особенно с детьми, да даже если без детей, если тебе самому плевать на свое здоровье, ну это страшно, это страшно. Что хотят люди? Никаких конфликтов, драк, ну в кавычках, да, они не хотят. Они хотят, чтобы им устранили их проблемы. Все, что им нужно, вот устраните, пожалуйста, вот эти проблемы и мы будем счастливы, мы будем довольны. Очень хочется все-таки остаться в родном районе, в котором мы все выросли, в котором у нас растут сейчас дети. Мы хотим, чтобы нас услышали те компании, к которым мы обращались, та же управляющая, тот же фонд реновации, понял, что нужно все-таки нам помочь избавиться от того, что не по нашей вине нам достался этот дом, избавиться от плесени, избавиться от сифонов в дверях, в окнах. И тогда люди перестанут ругаться, наверное, между собой, между организациями, которые нас обслуживают. И все будут счастливы в этом доме, в этом районе и не будут бежать из нашего района. И все будет у нас хорошо. И вот на этом, я думаю, мы сегодня и закончим, ведь самую основную и значимую информацию люди вам рассказали и показали пальцем. Еще раз, по Москве есть дома построены по реновации и там действительно огромное количество положительных отзывов. Вот встретилась такая ситуация. Быстрее, быстрее, кто-то там накосячил при строительстве, теперь вот вечерная плесень, все течет и еще ряд проблем, которые уже, скажем так, менее значимы, но тем не менее они есть. Все, что хочу я, это чтобы вы написали ваше мнение в комментарии, поставили лайк этому ролику, поделились им в своих социальных сетях, возможно, кому-то подобная история будет полезна. Наматываем чужой опыт себе на ус. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. В первом закрепленном комментарии ссылочка активная на телеграм нашего канала, точно так же подписывайтесь. Ну, не забывайте про спонсора выпуска, CarSys Автоподбор. Всего вам доброго, до новых встреч, пока-пока.